Уже больше года борется за жизнь маленький житель города Аксу Павлодарской области. Его родители уверяют, ребенок оказался в реанимации после посещения частного мануального терапевта. Подробности в репортаже Салвата Тимир Балатула. На этих фотографиях Карим еще дома и, как все дети, окружен лаской и заботой своих родителей. Но в 7 месяцев после приема у частного мануального терапевта малыш окажется в реанимации. Диагноз – оскольчатый перелом первого и второго шейных позвонков. Он осмотрел ребенка и сказал, что у него родовая травма шейного отдела. И подошел к ребенку и начал проводить свои манипуляции. Мы услышали хруст. После этого стало ребенку хуже. Мы попали в реанимацию. В государственной больнице подтвердили – у ребенка сложнейшая и очень редкая травма. Помимо перелома позвонков, еще и смещение уцелевших. Пострадавшая семья обратилась в полицию. Частный мануальный терапевт принимал в помещении одну из гостиниц Экибастуза. А пока полиция проводит экспертизы, он продолжает гастролировать по стране. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 317 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В ходе досудебного расследования назначен ряд экспертиз, по результатам которого уже будут приняты процессуальные решения. С тех пор прошел год и три месяца. По данным полиции, дело затянулось в связи с тем, что результаты первой судебно-медицинской экспертизы оказались неполными. Пришлось назначать повторно. Между тем, все это время малыш в реанимации и не может самостоятельно дышать. С подобной в местной клинике столкнулись впервые. Сегодня ровно 450 дней, как маленький Каримчик находится в отделении реанимации Павлодарской областной детской больницы. Неделю назад его состояние резко ухудшилось, но малыш продолжает бороться за жизнь и ждет помощи взрослых. 450 дней – это огромный срок. На аппарате искусственной вентиляции взрослые столько не выдерживают, но это маленький ребенок. Павлодарские врачи держат постоянную связь с Республиканским центром нейрохирургии. Свою помощь предложила и специализированная клиника имени Елизарова из города Кургана, у хирургов которой есть опыт операции таких пациентов. Но Карим нетранспортабельный, и в этом вся сложность. Оперировать его можно только в Павлодаре. Надежда всегда есть, поэтому все варианты мы продумываем. Поэтому никогда руки не опускаем. Если бы опустили руки, уже давно бы не было бы ни этой связи ни с Курганом, ни с Нур-Султаном, городом Нур-Султаном. То есть тут нельзя говорить. Надежда всегда есть. Специалисты из Кургана согласны приехать и прооперировать малыша в Павлодаре. Но расходные материалы оказались слишком дорогими для семьи. Цена вопроса – 500 тысяч рублей. К сожалению, у нас нет таких финансов. Мы молодая семья. Но мы очень хотим, чтобы помогли нашему сыну. Карим очень хочет жить. Он должен жить, он сейчас борется. Молодые родители просят всех помочь спасти их сына. Карим слишком долго ждал, и сейчас его резервы на исходе. А медики и полицейские предупреждают родителей и призывают к осторожности. Ведь пока этот мануальный терапевт не лишен лицензии, он продолжает ездить по стране и проводить врачебные манипуляции с детьми. По данным родителей, пострадавшего малыша, медик сейчас уже покинул Павлодар. Салватимир Булатулла, Марат Игликов и Алексей Мельницкий. Итоги дня. Павлодар.